Христос воскрес И прили и плачились. Христос воскрес, сыне Божий! Плачились, да промочилися. Христос воскрес, сыне Божий! А к чему они порой приплутались? Христос воскрес, сыне Божий! Отчаяться, свозор на горе стоит? Христос воскресе! По истину воскресе! Витя, Бог терпел и нам велел. Подожди, еще дети приедут, сядем за стол. Дети, в отличие от меня, не постились. Да молодец-то у меня, молодец. Вот тебе за старания. Ого, Наталья, я думал ты эту бутылочку для более важного праздника перебережешь. Да вот еще чего его жалеть? Скоро сессия, новый подарят, не сглазить. А ты заслужил. Весь пост со мной вместе продержался. Я все-таки опасаюсь. Сразу после поста, коньяк, может лучше пивка? Ну-ну, от пива живот растет, а ты сгуднул так хорошо. Просто пьем немного, пару рюмок и все. Давай, неси на стол. Хорошего, Ленка, шумка в машине. Вообще не слышно, как ругаются. Все? Завидовал? Можем теперь идти. Вов, так давай недолго сегодня. Быстро яйцами стукнемся и поедем. Обычно это мои слова. Все это вдруг. Да дел просто много. Веси же еще собирать. Ну ладно, не так-то много у нас вещей. Я думал, мы посидим, поговорим, про наш отъезд расскажем. Пашка с Ленкой разруганной, ты у меня вообще на коне будешь? Так, и по поводу отъезда. Давай пока что ничего не будем рассказывать. Я думаю, мы похвастаемся, что мы с тобой в Москву едем. Вов, ты просто ничего не понимаешь. Там сейчас такое начнется. Мама отговаривать начнет, папа еще подключит. Они же так Ленку не отпустили, когда она в Москву собралась поступать. И меня не отпустят. Как не отпустят? Батарею, что ли, пристегнут? И Ленку так и не отпустили. Мама и без батареи сможет решить вопрос. В общем, Вов, давай, пожалуйста, сделаем так, как я сказала. Быстро поздравим и уедем. Давай. Вить, что ты носишься с этим коньяком? Ой, я это, убрать хотел. Ты же коньяк не пьешь, Вовка тоже. Че, в одного буду? Вовик не пьет, а сегодня готов. Тем более коньячок такой благородный. Вова, мы же ненадолго. Юлечка, ну ладно тебе. Когда мы сейчас с Виктором Васильевичем коньячку-то хлопнем, да? Что значит «когда»? Я имел в виду такого дорогого. О, я открою. Привет, родня. Привет, родные. Так. Пойдем поговорим. Ты смотри, Пашка с Ленкой как будто и не ругались. Или перед родителями вид делают, наверное. Не знаю. Вова, ты чего устроил? Коньяк с папой пить собрался. Юль, ну я же последний раз у них в гостях. Мы просто выпьем, поедем. Пашка, я коньяк уберу, ты ж больше по водочке. Да, можно и коньячку. Даже нужно? Праздник же. Витю, успокойся уже с этим коньяком. Выпейте, а мы здесь с девками с горячим разберемся. Ладно. Сейчас только с топорей принесу. Ну что, Павел, стукнемся яичками. Почему? Чего? Ты ничего. Христос воскрес, говорю. Ты смотри, только осторожнее. А то Васильич любит одно сырое яйцо положить. А потом облоб разбить. Я так в первый год попался. Не, я не буду. О! Давай лучше жахнем, да, Васильич? Нет. Вы чего хламуны устроили? Не могли от коньяка отказаться? Вовка, ты вообще обычное вино пьешь. Да чего вам, жалко что ли? Его страну Наталье Николаевне подарили. Жалко знаешь где? У пчелки в попке. Вот. А тут уже не коньяк давно. Я чаек залил, чтобы Наташка не ругалась. Так ведь пост же был. В том-то и дело, что пост не могу я траву, посху есть. Еще Наташка уезжала, я тосковал. Так давайте мы чай сейчас просто выпьем и все улики уничтожим. Молодец. Только пейте, как будто это коньяк. Угу. А запах? Тоже молодец. У меня где-то заначка была. Сейчас. Лен. А у вас с Пашей все нормально? Не ругайтесь? Нет. Что вообще за вопрос? Да так. У меня вообще к маме разговор серьезный есть. Мам, что случилось? Ничего. А должно было? Поставь тарелку сюда. Ну, в общем, я знаю, что ты хочешь кредит в нашем банке взять. Ничего такого. Ничего криминального. Да, ну просто, не знаю, можно взять и попросить деньги. Беспокоить не хотел. Ой, чего это вдруг? Мам, что случилось, скажи? Болезнь? Нет. Просто крышу хотели перекрыть на даче. Так стоп. У вас же там деньги с наследства отложены. Я у тебя когда в долг просила, ты мне не дала, сказала на крышу. Не хватило. Что пристали? Давайте уже, тарелки вытирайте, овощи режьте. Мам. Мамуля. Нет денег на крышу. Кстати, Пашка, шумка у Ленки в машине отличная. Сам дел. Ты-то откуда знаешь? Да мы с Юлькой видели, как вы с Ленкой ругались. Правда, мы ничего не слышали. Да. А из-за чего поссорились? Так. Я просто подумал, что вдруг помочь могу. Да там, короче, тема такая. Только никому, понял? Ленка курит. Ну, не прям как паровоз, конечно, но когда на работе нервничает прям очень. Понимаю. Неприятно с пепельностью целоваться. Слушай, ты берега не путай. Тут проблем вообще не в этом. Меня бесит то, что она обманывает меня. Говорит, что бросил, а я потом у нее нахожу сигареты в кармане. Так ты Васильичу бы рассказал. Он ее быстро отучит. Не-не-не. Я же обещал никому не говорить. Паш, так тебе и не надо ничего никому говорить. Слушай, ты видел фильм «Незнакомцы в поезде» Хичкока? Интересный? Очень. Но не это главное. Главное. Там двое договорились. Я убью для тебя, а ты убьешь для меня. И никто ничего не заподозрит. Это же книга. Патриция Хайсман. Только я никого убивать не буду. Паш, вот как в тебе это все сочетается? Чего? Ничего. Короче, у меня тоже есть секрет. Мы с Юлькой завтра в Москву уезжаем. Вот. Мне там работы предложили. А Юлька не хочет родителям говорить. Боится, что они ее не отпустят. Как-то не по-человечески это. Паш, я тоже так думал. Но я Юльке обещал, что родителям ничего не скажу. Короче, план такой. Ты рассказываешь, что мы уезжаем. Я рассказываю, что Ленка курит. Типа оба проговорились. Неузначай. Пойдет? Ой, ешеньки ее. Ладно, окей. Нашел. Давайте. По-маленькой. А без запиона, что ли? Вон, из ружья запьем. За запах. Тетка у меня в Белоруссии была. Царствие небесное. Померла осенью. Ну и в завещание меня вписала. Я и поехала долю свою забирать. Ну, остановилась в Минске в гостинице. Почему не у родственников? Ну, у меня не очень с ними. Еще и из наследства злые. Короче, в гостинице удобнее было. А там... Там казино внизу. Ну, зашла вечерком, а утром без денег вышла. Покер, рулетка. Еще блэк джеком забила. Ну, ладно, мам. Ну, бывает что. Чего? Бывает? Женщины, вы кто такие? Так, ладно, не завидую, а. У нас просто с мамой деньги есть. Ой, я вот на вас посмотрю, как вы это папе объясните. Он же на эти деньги рассчитывает. Все про ремонт дачи говорит. Строиматериалы закупать требует. Ну, вот я и хотела кредит взять. Так почему нельзя было просто денег попросить? Ну, как попросить? Стыдно. Так, ладно. Ну, что, мама, решим вопрос. Помогу. Ла, пошли за стол, пока мужики там не напились. Мужики, ничего, вы половину убрали. Может, хватит? Не-не, Наталья Николаевна, мы допьем коньяк. Отлично. Лен, прикольный у тебя парфюм такой. аромат табачный? А я, наверное, перепутала пашными духами и проснулась. А, кстати, как у вас дела со свадьбой? Да, Юлька, ты же обещал дату сказать. Надо же родню предупредить. Да. Мам, ну, мы не выбрали еще. У нас несколько дат. Только не в мае. У меня там планы на даче крышу перекрывать. Я вам, кстати, помочь могу? Спасибо, Володь, конечно, но я сам с Пашкой. Кстати, нужно стройматериалы купить. Так я вам и в этом помочь могу. У меня на стройке знакомый появился. Скидку сделают. Ай! Больно. Пойдем выйдем. Опять? Вова. Каблук. Наталя, Вовик дело говорит. Надо расчехлять кубышку. Ну, пока у него связи есть. Ленка, пойдем поможешь мне. А то там еще лече. Да нет, уже не надо. Тут полно всего. Надо, надо. Вам закусывать, а то вы пьете много. Ленка, давай денег мне перекинь. А то отец скажет, догадываться о чем ты начал. Ладно, сейчас только сумку возьму. Спасибо. Вова, ты что творишь? Зачем папе помочь обещаешь? Мы же уедем. Решил, как ты, перед фактом поставить. Ну или что, признаемся? Нет. Упивайте коньяк и поедем. Ты когда уже про Ленку расскажешь? Паш, я пытаюсь. Давай ты первый? Нет, давай ты первый. Ты эту схему замутил. Ладно. Сейчас с Васильичем еще накатим. Все сделаю. Виктор Васильевич, может еще по одной? Для запаху. Юлечка, принеси нам лимончик, пожалуйста. Сорян. Это что? Лен, ты что, куришь? Нет. Это у Пашины. Пашка-то, если куришь, сам свои сигареты носи. Зачем Ленке подкидывать? Пашка курит? Нежданчик. Паш, ты куда? Покурить. Я же курю сигареты. Не надо, пожалуйста. Да пусть курит. Что-то такого-то. Курит и курит. Сказал бы сразу. Зачем скрывать? Да не курит Паш, это мои сигареты. Чего? Пап, того. Я курю. Так, Ленка, ты у меня сейчас всю пачку выкуришь, пока желание не отобьешь. Витя, успокойся. Ну и что такого? Курит и курит. Взрослый уже. Пойду Пашку позову. Пашка, ну ты как? Ты понимаешь, как Ленка курит это? А ты зачем куришь, если тебе противно? Да ей назло, пусть знает, как это. Сейчас приду вообще целоваться полезу. Заканчивай. Я уже всем сказал, что это Ленкины сигареты. Теперь твоя очередь. Слушай, тебе это надо вообще? Вдруг ее с тобой не отпустят? Паш, я именно этого и хочу. Ты понимаешь, что мне в Москве нужно вкалывать, зацепиться. А Юлька мне только мешать будет. Я как только на ноги встану, сразу же ее перевезу. Ну так-то разумно, да. А что сам мне скажешь? Павел, не тупи. На женщин эта логика не работает. Просто помоги мне. Пошли. Вить, может хватит, а? Ты как чай его пьешь. Я просто расстроился, что Ленка курит. Пап, ну я же редко. Только когда выпью. Хорошая, ну ты что сама себя топишь-то? Я же не пью каждый день. Короче, мы сидели с девочками, я закурила один раз пьяненькая. Он начал давить запрещать. Но я тоже отстаю из своей границы. И просто начала назло ему еще больше курить. Все. Ну, Пашка, молодец. Не сдал Ленку. Давай выпьем. Юлька, Вовка, в Москву случайно не едете? Запчасть надо одну купить мне. Едем. Случайно. Чего? Это что еще за новость? Да, мы с Вовой переезжаем в Москву. Ему там работу предложили. От Вовка, а? Партизан давай. Витя, не гони. Так, Юлька, а ты зачем едешь? Работу же не тебе предложили? Мам, ну в смысле? С Вовой вместе. Мы из квартиры съезжаем. Вовке надо одному ехать. Ему там вкалывать. Ты мешаться будешь. Правильно, Пашка, дело говоришь. Юлька, давай заканчивай. А пожить и у нас можешь. А, то есть вот так, мам, да? То есть Лене курить можно, а мне в Москву нельзя. Лена у нас взрослая, а я нет. В смысле ей курить можно? Васильич, я думал, ты поговоришь. Так я хотел, Наталья заступилась. Да, конечно, она заступилась. Ей же от Ленки деньги нужны, которые она в казино проиграла. Чего? Наталья! Витя, потом. Юлька, в Москву не пущу. Вова, а ты че молчишь? Ну, вообще, я считаю, что это разумное предложение мне ехать одному. И ты туда же. А, я поняла, ты специально это все подстроил и с папой пить начал. Слить меня пытаешься, да? Одному в Москву поехать, чтоб там себе новую тёлку найти. Деревенская. Ну, что за люди, а? Хе-хе-хе-хе. Светлый праздник, Пасхи. А вы? Неужели так трудно просто быть честными друг с другом? Да, Виктор Васильевич, кто б говорил. Чего? Хорошо. Давай с меня и начнём. Наталья, не коньяк тут. А чай? Ты уехала, а я тосковал. Коньяк выпил. Ну, а я... ...всё наследство в казино проиграла. Я правда хотел поехать в Москву. И жить там в общежитии. Чтоб деньги не тратить на квартиру. Юлечка. Ну, ты, если мне не доверяешь, но мы хоть завтра можем пойти с тобой расписаться. Чего? Куда расписаться? Никакого. Свадьба нормальная должна быть. Давайте перенесём. Да, а деньги, которые мы отложили, ну, дальше пустим. Леносик. Короче, ты девочка взрослая. Решай сама. Хочешь курить – кури. Жвачку жуй только. Да не буду я больше курить. Ну, так хорошо. Давайте выпьем все вместе за примирение. Так, отвернись давай. А? Ну? Со светлой Пасхой? Ведь опять чай. Наташ, я просто очень тосково. Ура. Потому что там… Сидит. Фитерий? Опа. Сидит, да? А чей-то двор на горе стоит, Христос воскрес, Сыне Божий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова